Лёша, нет! До свидания! Сука! Я понял то, что японцы не особо вам заходят, особенно если это Хонда, особенно если нет Лёши Гусева в кадре. Поэтому сегодня я привёз вам настоящего породистого немца. И Лёша Гусев тоже будет в кадре. Мы сегодня вместе расскажем про эту легенду немецкого автопрома. Давай, Лёша, вещай! В общем, это Мерседес. 560-й с класс купе. Это что за херня, малыш? Лёш, мы снимаем. Пожалуйста, давай мы доснимем, и потом ты можешь делать всё, что хочешь. Лёша, нет! Это же очень простой трюк взять Мерседес, поснимать его для Ютуба, сказать пацанчики, смотрите, как всё круто. Но мы-то с вами знаем, где настоящая душа Япония. Я, конечно, знаю, большинство из вас не отличит это от марка, и в принципе никто не знает, что такое Лаурель, но в целом, похоже, тоже стойки посередине не хватает, как будто купе, да? Готовился, б***ь! Хорошенькая, здесь у меня тоже нет стойки. Ещё, знаете, что нас ожидает под капотом? В-8. Пока я ехал на этой машине сюда, мне отдавали честь светофоры. А ты на чём ехал сюда? На Ниссане. Вот она, душа. Но другой. Покажите, пожалуйста, на чём он ехал. Ох, душа. Пацаны знают, где душа. Когда ты покупаешь Ниссан, ты покупаешь культуру, ты покупаешь душу. А тут ты покупаешь... Роскошь. К***, роскошь. Короче, мы сейчас будем тестировать эти тачки и пытаться выяснить, кто круче. Начнём с Мерседеса. Начнём с Мерседеса. А потом ты отсосёшь по полной, когда сидишь вниз с Санчей, б***ь. Давай ещё раз это скажем, потому что волосы мои. Да не, б***ь. Надо отдать должное. Мерседес в прекрасном состоянии. 110 тысяч пробегов. 110? 111. Это пока мы сюда ехали. Так, а как тут устроено? Подожди. Это? Не, Лёш, давай, садись сюда. Лёш, не надо. Тест-класс для водителя. Да мне всё равно. Хочешь бизнес-класс, бери... Сел. 160 сел, знаешь? Я упираюсь головой в потолок. Лёш, тебе надо здесь сидеть, чтобы ощутить весь комфорт. Ладно. Спасибо большое. Пристегнись, Лёш, тебе там попадали. А чё троит? Чувствуешь благородство? Я чувствую троение на 5.6. Чувствуешь, как красиво? Как он... А чё скрипит? Ну, 86-й год, я тебя умоляю. Во-первых, это первая машина, на которую начали устанавливать подушки безопасности. Во-вторых, с прошлой серии он перенял АБС. На секундочку, их начали производить в 79-м году. Купе, который сикач, как у нас, начали производить в 81-м году. А с 85-го года они начали в них ставить В8. И сейчас мы едем на самом жирном В8. Первые подушки безопасности были на Форде. Первые подушки безопасности были на Форде. Но это первая серийная машина, на которой появились подушки безопасности. АБС-то пудо очень у японцев там было поди раньше. Мерседес, как всегда, опять всё ворует. Сука! Короче, знаешь, сколько было разных версий вот этой машины? Комплектаций. Миллиард. Две. Вообще любые были. Я знаю, что было 16 двигателей, и это достойно уважения. Как минимум. Сейчас всего лишь один дизелёчек. Ну, сначала здесь были рядные шестёрки, потом были V-образные восьмёрки, как у нас сейчас. Потом W-образный крейсер. 16-шки. И трёхобразные вьетнамки. И в общем, для чего он сделан? Он сделан, как я уже сказал, для человека, который очень важный бизнесмен. А потом в выходные он садится вот в эту машину и ощущает точно такой же комфорт, как он ощущал вот сзади. Вопрос сзади. Слушаю. Тут можно говорить, как во всех старых Мерседесах, что это последний настоящий Мерседес. Вопрос принят, но нет. Конечно, это не последний настоящий Мерседес. Это один из первых настоящих Мерседесов. Нет, ты можешь сесть там в 210-е, в Кабан сядешь. Если я буду говорить, это самый последний настоящий. Через 30 лет наши трупы откопают в А-классе АМГ, это последний настоящий. Потому что он последний бензин. Потом через 100 лет откопают его в гибриде, это последний настоящий. У него колеса были. Это последний настоящий. Опять же, учитывая то, что это 86-й год, я, во-первых, я даже вообще в планах не был в 86-м году. Во-вторых, я не представляю, что с людьми произошло, когда они увидели эту машину сначала снаружи. Всем насрать. А потом посидели внутри разок. Смотришь на центральную консоль, а там все идеально для глаза. Идеальная симметрия. Все кнопочки друг напротив друга. Ну, приятно же. Это ты в 124-м не сидел в бедной комплектации, когда одна кнопка тут, другая там, и ты такой... Ну и внимание к деталям. Поражает внимание к деталям. Значит, приборка стандартная, мерседесская приборка, но... На современных машинах до сих пор на многих этого нет. Здесь, когда у тебя заканчивается бензин, загорается, естественно, оранжевая лампочка, но она видит стрелочки, которая показывает, с какой стороны у тебя бензобак. Че скажешь-то это, Лексий. Я так совместил, типа, японские... Я расскажу тебе один простой секрет, что... Зачастую бензоколоночка, которая нарисована на старом автомобиле, с какой стороны у нее шланг, с той стороны и бак. А у УАЗика вообще два бака. Дай-ка, блин, по обочине чуть-чуть. Причем? Проверяем мягкость. А, ой, я им по обочине. Да, по поводу кочек, посмотри просто. Это машина сделана для того, чтобы ты не замечал вообще никаких неровностей на рынке. О, смотри, вот, смотри, кочка. Ехать на 15-м колесе с 70-м профилем, где у тебя в подвеске нету ничего, это, наверное, мягко, да? Ну, это мягко, да, у нее, она как лодка. Ну-ка, а ну-ка, притопи. Через 10 лет у каждого... Блин, хорошо. Не так много, что не нужно их пахать. Нет, то, что мы сейчас чуть на козла не встали, я понимаю, о чем ты говоришь, что... Но тут это им... В этом и есть прикол. Я когда ехал, вот когда такие вот волны на дороге, она, знаешь, как отрабатывает? Реально, как будто ты плывешь на лодке. По-зару, ну, аль, сделай. Что, ощущается вес, сколько она там по ПТС, 2 тонны? Все 2 тонны ощущаю. Полноценные. А ну-ка, дай за руль сесть. Дай за руль. Ну, ты хочешь реально? Я сяду. Давай все. Вот, давай посреди дороги просто останавливаемся, все. Нет, мы, конечно, на Мерседесе, но у нас денег нет. Все, мы тормозим посреди дороги. Давай, пересаживаемся. Нет, давай дадим, мы все-таки бедные. Да, ты, конечно, вальяжный, ты понял, ты заработал на всю жизнь, ты купил пару нефтевышек, ты такой. Нет, просто расслабься. И ты вообще не видишь из-за руля ничего. Нет, есть в нем характер такой, ты вот здесь сразу ощущаешься. Вот это характер чего? Это характер Жигулей. Вот это характер чего? Вот этот люфт, это характер Жигулей. Ну, я про то и говорю. Реально, я не просто так говорил про 86-й год. Еще мне нравится, что они пытались преследовать идею экономии топлива. То есть они там сглаживали углы. Он хоть и квадратный на вид, но там обтекаемость, да. Каеджитроник они поставили, который, чтобы распределял впрыск, чтобы через 40 лет люди думали, как же его сделать. Но! Ну, тогда-то знали. Трое живых осталось. Знают, как настроить. И вот если их ты и найдешь, все сделать будет. А в остальном это беда. Короче, тут вроде бы все сделано богато. Да, вот эти золотые окантовочки. Да. Дерево. Но при этом в Ниссане была цифровая приборка с показанием пробега, запаса бензина. Тут... Леш, аналог. Вот аналог. Это показатель. Чего? Чего? Престижа. Понимаю. Точности. Понимаю. Комфорта. У тебя сразу все видно. У тебя ничего не глюканет никогда. Остановиться сейчас, отломать ветку, засунуть ее в бензобак и посмотреть, сколько там бензо. Слушай, Леш, во-первых, массивная морда, в которую ты можешь залезть куда угодно. Тебя пропускают абсолютно все. Я пробовал. Я пробовал, как это работает. Все вот так разъезжаются. Во-вторых, посмотри, я лично, лично я ненавижу, когда грязные фары, когда они не светят, особенно днем. Вот эта опция. 86-й год. Не надо вздыхать. Я еще не дошел до порогов, которые здесь вот такие. Я не буду спорить по поводу внешности, если ты об этом. Как бы... Бронусако ни хуй с горы. Легендарный 190-й. Кто это? Ну, лупатый, Мерседесовый. Это, конечно, не Поль Браг с Пульманом. Это... Ну, и не Клаус Людте. Но! Это все понятно. Эпоха чемоданов, ты посмотри. Я просто хотел сделать вот этот трюк. Просто Лоурейль это первый автомобиль, где были установлены электрозеркала. А Мерседес это первый автомобиль, вот именно вот этот, где была установлена подушка безопасности. Я просто тут, посмотри, тут, знаешь, все закрыто. Обычно у Мерседесов тут провода. Боры подходят, все вынимают. Тут можно сделать? Я... Ну, давай. Ой. Смотри, габаритки. 2011 года. Какая приятная вещь. До сих пор нет. Какая приятная вещь. А ты для чего сделан? У тебя такого... Это аэродинамика, типа? Это красиво. Это вообще вся машина сплошной фетишной. Ветровички, металл. Сделано Ниссаном. Леш, ты понимаешь, что это сделано, чтобы насыпать побольше, чтобы отвлечь внимание от того, насколько машина на самом деле... А Мерседес что, по-твоему, всю жизнь делал? Посмотри. Просто классика. Здесь ничего лишнего нет. Идеально. Смотрите, зрители. Просто идеально. Ничего нет. В 2014 году Мерседес выкатил какой-то очередной СЛС АМГ. И они заявили, у нас первый в мире автомобиль, который оценивает поверхность дороги. И, собственно, выравнивает подвеску, готовит ее, так сказать, к удару, кочкам, еще чего-то. 1984 год. Ниссан Максимум. То же самое. Соси... Извините, извините. У тебя мало того, что бизнес-класс купе, у тебя еще и кабриолет. Послушай сюда. Кондиционер мне покажи. А тут, ребят, полноценный климат. Конечно, тут нету мониторчиков, как у нас, но если все выставить, машина с помощью датчика отслеживает температуру в салоне и поддерживает. Парень все ищет кондиционер. Еще одна. А я пока поищу. Это бизнес-класс считается? У меня просто бизнес-класс. Бизнес-класс это Глория, Цедрик, вот это все. Ты знаешь, что это за слова? Глория, это я знаю, это бегемотиха из Мадагаскара. Как это связано это там было? Ну давай, ладно, покатай меня, что уж там, Леша, раз уж ты приехал на джуке, покатай на этой. Смотри, ничего не троит, как в твоем Мерседесе 86-го года. Да потому что здесь свапнутый РБ. А про это не забыл сказать? А что, свапнутый РБ, он что, свежее стал? Да, потому что здесь РБ-25, а был РБ-20. Тоже так не рассказывать, на камеру. Полетел сразу. Там хотя бы родной мотор. С 86-го года. Это еще не факт. Стоит как вкопанный. Конечно, он заводится чуть-то может. Но один плюс все-таки есть. Все лишь один? Сильвия-подвеска. Все, Сильвия-подвеска. То есть, если что-то сломается, можно спокойно пойти купить там тюнячку с разборки. Ты, кстати, знаешь, сколько стоит мотор на сикача? Ну, я посмотрел. Полную льда точно стоит. Ну, там на 350 тысяч. Сколько стоит РБ атмосферный? Ну, 100, наверное. От 40. Ну, Мерседес никогда не был дешевым. И... Он изначально не дешевый. Если у тебя возникают чувства, что тут не пахнет премиум, это, конечно же, да. Но если просто посмотреть на обивочки, то есть ткань, велюрчик, хром, это же все тоже хорошо. Если бы мы сидели сейчас в Крауникум, или в Глории, или там еще где-то, ты бы вообще хлопнулся бы как атом. А если бы в Сенчире, ты бы вообще стал императором и уехал бы в Мадагаскад. Знаешь как, вот Мерседес, они оба дедули. Они оба дедули, но Мерседес, он такой дедуля, который плывет на яхте, на своей, в Каннах. А вот Лоурель, он такой дедуля, который сидит и курит папироску на пляже, тоже в Каннах. Но живой. Это важно. Да. И они могут встретиться взглядами, эти дедушки. Но, скорее всего, никогда не будут общаться. В общем, есть какой-то здесь кайф, какой-то свой шарм. Душа поет. Тут были датчик дождя, датчик света, электрорегулировка руля, мультируль, мультиприборка, всякие анизаторы в воздух, сабвуферы, пневмы. Короче, все. Все, что сейчас делают китайцы своих машинок, я понял. Ощущения от езды я так и не понял. Вот в 126-м они как бы понятны. Машина понятная, все ясно. Заходим, Апекс берем. Так. Все, вышли. Главное, на правом руле, в дом. Вообще не едет. Вообще не едет. В смысле не едет? Я сижу сзади даже, я не ощущаю. У нас немного врет спидометр. Мы едем с под лад. Я не по спидометру ориентируюсь. Она просто, ну... Если мы сейчас обратимся к гонке между нашими автомобилями, то будет примерно вот это. Нажмись заранее, чтобы мы его обогнали. Нажми, нажми, брат. Люди, честные... Мне по-честному. Честные люди не ездят на Мерседесах, брат. Согласен. Братан, я тебе говорю, давай на второй... А обратно уже честно поедем. Давай, ладно. Опусти стекло. У меня спидометр врет, поэтому когда будет стоп, просто начинает тормозить. Мы сигналим. Нет, у нас нет гудка. Есть. На третий сигнал, понял? Да я даже понял. Все, запомнил третий сигнал. Все, готов? Да, давай. До свидания. Нам нужен перезаезд. Потому что он тронулся раньше, сучара. Слушай, я тогда походу не нажимал. А, я тогда не нажал кикдаун. Когда мы просто ездили, я не нажал кикдаун. И поэтому... Ну ладно, сейчас нечестно было, я его... Ты давай тут это, мерседесовские штучки отбрось. Так, как честные люди. Ты зачем поехал раньше? У тебя гудок есть? Есть. Давай ты теперь. До свидания! Все просто так, что ли? Там 5,6 литров. 279 лошадиных сил. А тут сколько? 200, наверное. 2 литра. 2 литра... 2,5. РБ. Лёля, ты где? Лёля! Не, ну ладно. Я думал, кстати, реально не его делают. Он что-то так валит вообще уверенно, я тебе могу сказать. Что-то лицо у него уже не такое счастливое, да? Типа, я знаю, где душа. Она вот в старых Nissan. Мерседес это все... Оставь, это штучки свои, Мерседес. На самом деле, мне просто не хватает адреналида. Ну что, гудок у тебя как? Горит? Гудок вообще уверенный. У меня походу с драгом вообще в жизни не очень. Ну давай еще попробуем. Может как души не хватает, да? Да я попробую сейчас прям... Я включал power shift. Сейчас без него попробую. Я знаешь, что включаю? Что? Газ. О! Попробуй. Попробуй просто нажать на газ. Давай, короче. Зато у нас кондиционер есть. Да ладно, тут души больше. Что ты говоришь? Реально, вот у меня сейчас такое же вот ощущение, как стритчетверка, которую я сниму в будущем. Я не могу понять, почему она легенда. Вот я сейчас сижу, вот почему, что во что легенда? Я понимаю, что здесь легенда? Ты с этим словом завязывай, я когда-нибудь тебе за это слово просто... Так раз... Ну давай. Уэл Смитует, скажи. О-о-о-о-о-о! Насколько она проще вообще вся и в руле, и нет вот этой какой-то галантности вот этого вот чего-то высшего. Машина сильно попроще, но я все равно... Ты всегда так в машине ездишь? Я проверяю, я смотрю, каково. Ну блин, сейчас врежусь кого-нибудь с этим правым рулем. Определенный шар в старых мерседесах есть, что это стиль, это отрицать глупо. Абсолютно. Но списывать Ниссан, потому что у него руль не с той стороны, глупо, потому что там тоже есть свои приколы, свои фишки. Самый главный показатель, который сейчас существует на рынке японских автомобилей, это то, что как только машины становятся проходными, марки, лаурели, ГТРы, все скупают с американцами. Просто все скупают. Ничего нам не остается. Как бы у нас был уже момент, когда их покупали за 300. Сейчас видят машина проходная, 50 тысяч долларов, марк ушел. Поэтому я говорю, автокультура это такое очень далекое понятие для нашей страны, но его нужно поднимать, и мы будем стараться. Поэтому уважаешь всех, а иначе сосешь. Это сейчас важный момент. На этой машине Дели я бы ездил, несмотря на всю эту простоту, про которую я говорил. И так далее. На Мерседесе Дели я бы вряд ли бы ездил. Потому что, во-первых, жалко, не дай бог, кто в себя вмажется. Или ты сам. Во-вторых, уверенности в том, что он сейчас просто где-то не встанет. Вообще никакой нет. Опа. В-третьих, я еще просто не дорос, чтобы на таких машинах ездить. Не поймут на дороге. И вот это ключевой момент. А на этой машине я не по-вторых, что подошел. Потому что, потому что, я в начале ролика сказал, что простым пацанам нужно что-то попроще. Да. Вот в чем главный достоин, вот в чем главный плюс этого автомобиля. Что он для своих. Ты его можешь сделать так, как хочешь. Если он, конечно, не сгонет. Так же, как у Мерседеса. И на этой веселой ноте мы можем сделать итог, что Мерседес это статус, стиль, стиль, круто и так далее. Но, поскольку мы топим за автокультуру, надо уважать все. Мы поднимаем ее с колен. Вот, поэтому, если мне что-то не нравится, то соси и ч**. Согласен. Согласен. И та, и другая хороша, в общем-то, в целом. Каждая по-своему. И поэтому, на этом, собственно, у нас все. Первая серия, как всегда, комом. Но у нас заготовлены пары гонок. И если мы не разложимся, то вы их обязательно увидите. Поэтому подписывайтесь на соцсети, на FreshAutoDrift. Подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь в ВКонтакте, подписывайтесь везде. И мы все сделаем. И не забывайте, что в закрепленном комментарии вы можете найти нашу почту и предложить свою машину на обзор. И мы ее, как говорится, вдвоем. Это самое. Я чисто ради интереса. Рядом встаю. Ну, нужно же экспериментировать. Да, но, как говорит мой отец, главное не увлекаться.